С тех пор, как в нашей стране возродили систему ГТО, прошло уже больше года. В советское время эту аббревиатуру, она означает «Готов в труду и обороне» знали ученики даже третьего класса. Ну а сдать тот или иной норматив в школе или в УЗИ считалось большим достижением. В современной же России система ГТО уже пользуется популярностью. Наш регион в этом плане тоже пытается не отставать, отстает разве что в другом. Ринмар-Остро нуждается в новых спортивных площадках, где горожане могли бы приводить в порядок свою форму, а там же сдавать нормативы ГТО. Подробности в следующем репортаже. Будь готов к труду и обороне, зовет Родина. Будь готов пробежать 100 метров за 15 секунд. Проплыть 100 метров. Пройти на лыжах 10 километров. Нормы ГТО в России возродились после 20-летнего забвения. А комплекс упражнений, конечно, не будет повторять советский, впрочем, попотеть, причем изрядно все равно придется, а при этом чуть ли не каждому. Ненецкий округ ГТО уже сдает, правда в тестовом режиме. На линии старта побывали чиновники, студенты и даже пенсионеры. Большинство нормы выполнили. Ну, потому что, наверное, мы спортсмены бывшие. Председатель Совета депутатов поселка Искатели Григорий Казаченко родился, когда советские нормы ГТО еще существовали. К какому труду и обороне нужно быть готовым сейчас, он прекрасно понимает. Кандидат мастера спорта по греко-римской борьбе выступал за возрождение традиции. Лишь бы молодежь, говорит Григорий, не пила за гаражами, ведь условия для занятия спортом созданы. Это очень хорошо, то здесь построили. На нем не больно прыгать просто, а на асфальте больно. Эти спортивные площадки в Искателе построили три года назад. С тех пор они никогда не пустуют. В мяч играют старый млад. Каждый из трех универсальных комплексов поселковому бюджету обошелся всего в полтора миллиона рублей. Местные власти говорят, что на здоровье не экономят. Мы пытаемся сделать это комплексом, условно говоря, по районам. Где-то в каком-то районе, допустим, детская спортивная площадка была, детский городок, детская площадка. Но все зависит от бюджета. Бюджет на сегодняшний день, условно говоря, маленький, не позволяет этого делать. Но мы стараемся все это делать. Внедрение комплекса ГТО требует не только желания северян заниматься физкультурой, но и строительства специальных объектов. Об этом заявил Владимир Путин во время своего послания правительству страны. Запуск программы ГТО остро ставит вопрос о площадках для занятия спортом. Нам нужна сеть некоммерческих физкультурно-спортивных клубов по местам жительства, работы или службы. То есть в шаговой доступности. Необходимо строительство и спортивных площадок на свежем воздухе. Однако, если в искателе эта сдача выполняется, то власти Наринмара поселку могут только позавидовать. Согласно проведенному на нашем сайте опросу, большинство респондентов, это 90%, считают, что в городе недостаточно спортивных площадок. Это признают и представители Общероссийского народного фронта, которые уже несколько лет пытаются донести до наринмарских чиновников необходимость строительства. Но пока безрезультатно. Вот здесь находится школа. Там детский сад, там музыкальная школа. Отучились, пожалуйста. Помладше пошли на игровую площадку, постарше пошли на спортивную площадку. И все в одном месте, в одном пятачке, все сосредоточено, поэтому очень удобно, можно погулять. А в городе что? В мэрии убеждены, в новых универсальных спортплощадках город не нуждается. Их, мол, и так предостаточно. После такого смелого заявления чиновникам сразу хочется сказать – покажите. Впрочем, навряд ли у них это получится. Показывать-то и, собственно, нечего. Да, есть стадион, да, большой и современный. Но чтобы поиграть в футбол, команды выстраиваются в очередь. Самые нетерпеливые отправляются в Искателей или новый поселок. Конечно, для нас это была радость, что мы играем не в грязи и в лужах, а мы играем на зеленой, на ровной площадке, на травочке. Первый искусственный газон под ногами наринмарцев появился около 10 лет назад. Заслуга отнюдь не чиновников. Универсальное спортсооружение в новом поселке – это подарок от Российского футбольного союза. Сегодня площадка уже заметно обветшалась, но ремонт, кажется, не предвидится. Городские власти показывают всем видом, что на здоровье можно и нужно экономить. Вот здесь вот должны быть поле футбольное, да, вот эти объекты должны быть, вот эта горка, качель, они должны быть перенесены на свободные места, да, вот на эти. Все договорились, все хотели уже сделать, но как-то у нас это дело затянулось. Казалось бы, проект на площадку уже готов, да и с деньгами спонсоры бы помогли. Общественной организации всего лишь нужно было получить разрешение от администрации Наринмара на установку в этом районе универсального спортивного комплекса. Никаких дополнительных вливаний из бюджета при этом, однако связь с чиновниками прервалась еще в 2013 году. Мэрия не пожелала, чтобы в Качгарде появилось современное мини-футбольное поле. Администрация МО «Городской округ» город Наринмар сообщает, что ваше заявление о предоставлении земельного участка под строительство универсальной спортивной площадки будет рассмотрено на комиссии по землепользованию. Информация о результатах рассмотрения данного заявления будет направлена на ваш адрес дополнительно. Официальный и последний ответ Татьяны Федоровой Виктор Синявин получил 12 марта 2013 года. Прошло уже больше двух лет, но заявления общественника до сих пор не рассмотрели. Стройка закончилась так и не начавшись, а о грандиозных планах напоминает лишь небольшая горка щебня. По замыслу общественников универсальное спортивное сооружение должно было появиться здесь, на этом месте. Конечно же, речь о сносе уже существующей детской площадки вовсе не шла. Предполагалось по замыслу, что если здесь начнется строительство, то горки-качели-карусели перенесут в свободную зону. К тому же место позволяет. Развитие малого спорта во многих регионах – это одно из важнейших направлений в деятельности властей. После того, как в нашей стране возродили ГТО, в городах и селах началось масштабное строительство. В Ярославской области только за один год возвели 35 универсальных спортивных площадок. И как итог, огромное количество людей снова начали заниматься физической культурой. То же самое мы можем сделать у нас в городе. Сделать и построить эти площадки, огородить этим забором из рапицы. И пусть ребята, которые не смогут, не могут уехать за пределы округа летом, пусть они на площадке играют. Чтобы построить в Наринмаре новую спортплощадку, много не надо. Объект максимум обойдется в 3 миллиона рублей. Для бюджета целого города деньги, в принципе, смешные. Если вспомнить, сколько миллионов выделяет мэрия на ремонт ветхих двухэтажек, то становится не по себе. Однако по факту тратится лишь часть. Все остальное бесследно исчезает. Иногда бывает, что затраты, которые были понесены, они не отражаются. То есть, ну, можно составить документы, не выходя из кабинета. Тем временем представители УНФ уже готовы к труду и обороне. Они намерены донести до городских чиновников. Строить площадки нужно, ведь власти и искатели доказали. Оказывается, это вполне реально. Алихтанзийский, Александр Дуркин, Дмитрий Лукевич, Андрей Котов. Телеканал «Север». Продолжение следует... Продолжение следует...